Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, Отец Назарий. В прошлом выпуске мы с вами рассуждали о том, что такое первородный грех, каким было грехопадение Адама и Евы, откуда вообще произошел сам термин «первородный грех». И мы с вами видим, что грехопадение оказало колоссальное влияние на человечество. Стало причиной того, что в человеке возникла постоянная тяга ко греху, и это приводило к большим страданиям и невозможности человеку помочь себе в плане духовном, самому спастись. И так как мы говорим, что Бог наш есть Бог-любовь, естественно, Господь не желает и не хочет такой участи для человека. Именно поэтому Господь Бог посылает Сына Своего Единородного для того, чтобы спасти человека. И Господь, Иисус Христос наш своей жертвой спасает человека и побеждает смерть и грех. Но у нас тогда возникает другой вопрос. Если мы говорим о том, что Господь победил и смерть, и грех, то почему мы до сих пор грешим и умираем? Если мы говорим о том, что вот эта болезнь, повреждение, которое возникло в природе человеческой от первородного греха, было исцелено Христом, то почему до сих пор нас постоянно тянет на грех? Об этом мы сегодня порассуждаем с нашим сегодняшним гостем, ректором Самарской православной духовной семинарии, протереем Максимом Кокуревым. Максим, здравствуйте. Добрый день, отец Назарий. Добрый день, дорогие телезрители. Максим, прошлый выпуск мы с вами закончили на том, что есть два взгляда на первородный грех. Один взгляд западного богословия, общей такой некой коллективной вины, которую несут упрощенные. Такое могло быть, да, да, да. И восточный тоже. Есть восточный взгляд, уже как раз близкий нам, православным взгляд, что первородный грех – это некое повреждение природы, такая болезнь греха и смерти наследственная, которая передается всем нам. И так как одно из свойств божественных – это любовь, и Бог сотворил, как мы с вами рассуждали в прошлом выпуске, человека для радости, ну, мы, скажем так, допустили. Конечно, это глубокая тема, да, здесь недаром в Писании говорится о том, что пути мои не пути ваши, да, Господь говорит. Но, тем не менее, мы все-таки допускаем, что Господь сотворил человека для радости. Естественно, любовь Божия, ну, как-то не укладывается в этой картине, скажем так, мира божественного, что человек будет вечно страдать и мучиться от греха, от постоянной тяги ко греху, что все люди грешат из-за этого. И Господь, скажем так, своей любовью и своим мудрым планом устроил спасение человека через Иисуса Христа, через Господа Бога нашего, второе лицо Святой Троицы. И Господь, когда пострадал на кресте, умер за нас, воскрес, Господь творит чудо, открывает снова врата Царства Небесного для всех людей, исцеляет, как мы говорим, нашу поврежденную человеческую природу. Ну, почему же тогда остаются вот эти различные последствия? Если мы говорим, что все, Господь победил ад, все, ад опустел, как мы, да, на Пасху читаем. Я златоуст. Да, побежден, смерть побеждена. Где твоя жала? Ну, почему мы тогда видим, что до сих пор вот мы так страдаем от греха, и все равно человек умирает? В чем же заключалась эта победа? И, опять же, хотелось бы вот рассмотреть два взгляда на жертву Христова. С одной стороны, взгляд как раз-таки вот западного богословия, да, понятие об искуплении, то есть некая была принесена жертва за такую глобальную вину человека, да, кому она была принесена, почему ее нужно было принести. И, с другой стороны, вот взгляд восточный именно об исцелении природы человеческой. Но тогда, да, то есть, опять же, повторяюсь, возник этот вопрос, а где эта природа исцелена? Почему мы не видим этого? Опять же, как нам кажется, на первый взгляд вроде бы не видим. Вот помогите разобраться с Максимом. Ох, да, это сразу несколько вопросов. Ну, давайте тогда по порядку. Вот самоискупление, да, то есть понятно, что основная идея Евангелия в том, что действительно Господь сам, да, второе лицо Троицы, сам Господь приходит в мир, соединяется с человеческой природой. То есть мы видим земную жизнь, видим Евангелие. И в Евангелии мы, кстати, не видим, вот как раз это именно то, что стимулировало, ну, как бы, богословскую работу церкви. Потому что в Евангелии мы видим прямо вот разжеванных и готовых ответов, что вот мы видим распятие, видим воскресенье, как это все связывается, что это значит для остальных людей. Там нет философских и богословских отступлений и размышлений. То есть очень повествовательно изложено. И видим Вознесение, ученики остаются одни, получают заповедь идти проповедовать. Это Евангелие, эту благую весть. Ставец к этому вопросу, какую весть они пошли... То есть Евангелие, они же не текст пошли проповедовать, ничего не написано было. Они пошли некую благую весть. И какую благую весть они пошли нести? Они пошли нести благую весть, с которой пришел сам Христос, с которой еще начинал Иоанн Креститель, что приблизился Царство Божие. То есть это главная весть, собственно говоря. Какое это царство, как это вообще связано с искуплением. И поэтому действительно ничего удивительного, что вот в своем богословии церковь прошла определенный путь, мы видим разные даже теории искупления. На самом деле их... Вот вы описали две ключевые, вот скажем так, юридическую, как выкуп в прямом смысле, да, и вот ту, которую принцесс скорее называть органической. А была еще нравственная теория искупления, которая была и у немецких теологов, и наши перенимали очень многие, у нас Владик Антоний Храповицкий придерживался в общем смысле. То есть классическая юридическая теория искупления, она оперирует действительно терминами вполне себе такими, вот, например, называется юридическим, выкуп, то есть за вот эту коллективную вину, на которой мы в прошлый раз закончили, что люди оскорбили безмерно того, чью величину невозможно представить. И, естественно, вообще это формулируется в западной, действительно, средневековой, уже не патриотическом периоде, а уже периоде, который принято называть схоластикой. В 11 веке Ансельм Кентерберийский написал книгу «Cur Deus Homo» по-латыни, что переводится на человеческий русский язык «Зачем Бог стал человеком?» или «Почему Бог человек?» И вот там, как рассказано, да, что вот поскольку настолько люди оскорбили великого, что даже если бы все люди были бы принесены в жертву, это бы ни в коем случае не удовлетворило гневу Божьему. То есть эта категория гнева Божьего, правды Божьей, справедливости, гораздо больше им там места, чем любви и гнев, правда, праведность, праведный гнев, справедливое воздаяние и прочее, это вот главные такие. И, соответственно, нужно, чтобы кто-то принес такой выкуп, который бы удовлетворил. А выкуп может быть принесен, ну, равным. Вот, значит, собственно говоря, Сын Божий посылается, приносит эту жертву. Это несколько, где-то может быть по-юридически и понятная, логическая, да, история, но подсознательно очень четко чувствуем, что она какая-то очень жесткая, если не сказать жестокая, да, и как минимум односторонняя теория, то есть несколько однобокая. Вот. А вот для богословия, особенно последнего времени, да, свойственно то, что, ну, сейчас принято последнее время знать органической теории, основания, которые мы у святых отцов тоже находим. Они много говорят об исцелении человеческой природы и о том, что здесь дело не только и не столько в жертве и выкупе, хотя, повторюсь, вот в словах ничего принципиально там невозможного нет, поскольку слова искупления и вот эта этимология, да, слово выкуп, она еще апостолом Павлом используется, да, достаточно активно. Вот. Помните, какой ценой вы искуплены, великой ценой, говорит апостол Павел, ценой крови Сына Божьего. И это, кстати, нам важно помнить, что мы, конечно, что-то получили очень важное, о цене тоже хорошо бы не забывать. И это, в общем-то, когда ты эту цену понимаешь, ты смотришь на крест и распятого на нем, ты, ну, понимаешь, что все, что ты можешь сделать, сделать свою жизнь, сделать ответом на эту жертву благодарения. Но все-таки главную задачу Христа многие богословы понимали, понимают не как принесение выкупа вот в этих юридических каких-то таких рамках, а как реальное исцеление, исправление человеческой природы. И вот почему это важно. Вот парадокс свободы мы начали, да, с грехопадения и начали с того, что, ну, оно предполагает свободу. То есть, иначе вообще говорить об ошибке невозможно. Человек, поступал по программе, то ни о каких ошибках речить не может. И вот парадокс человека в том, что, знаете, вот есть такая, я всегда объясняю совсем по-простому, там, не знаю, там, детям, да, или вопрос-то по-простому, когда пытаюсь сказать, есть у русского народа очень глубокая мудрость. Ломать не делать. То есть, сломать всегда легче. Вот разрушить свои отношения человека с Богом и, самое главное, свою внутреннюю гармонию человек смог, потому что, повторюсь, вот мы начали тоже говорить о том, что все, все, все вот эти пласты этой гармонии поменялись. Отношение человека с Богом это не все. И даже, может быть, не самое страшное. Потому что Бог может простить. Проблема в том, что человек сам трещина-то внутри человека. То есть, иногда это, ну вот, действительно, видит очень упрощенный. Человек нарушил волю Бога, Бог по этому поводу расстроился, и человека выгнал. Нет, так все гораздо сложнее. Зараза-то внутри человека. И в этом смысле некоторые отцы говорили, что сокращение, мягко говоря, телесной жизни человека, да, вот его смертность была благом. Некоторые парадоксально говорят, что если бы человек остался, вот, не пришла бы его жизнь телесная смерть, да, и он бы постоянно развивался, но уже не в ту сторону, это привело бы его, ну, к той страшной участи, да, к которой не богоподобие, он был признан, признан к богоподобию, а, значит, после отпадения пошел бы в сторону бесоподобия, да, то есть, это страшно. В каком-то смысле прерывание его греховной жизни, телесной, да, явилось, по крайней мере, поставлении какого-то предела. Человек понимал, что он конечен, это и нашу мысль как-то по-другому выстраивает, да, что мы немножко как-то от этого отталкиваемся. Так вот, парадокс человека в том, что он вот это все сломать смог, а сам своими одними силами, судя по всему, назад вернуть не мог. И вот, но это даже еще не весь парадокс, это христианство, это вообще в принципе религия парадоксов. Главный парадокс в том, что он сам исправить то, что сделал, не мог, с одной стороны, а с другой стороны, никто кроме человека это исправить тоже не мог. То есть, потому что он свободен. То есть, Господь, то есть, это вот не, человек это не машинка, которую Господь создал, она поломалась, он ее перебрал, разобрал, механизм смазал, не спросясь, и снова собрал. Судя по всему, так Господь с человеком, про Бога вообще сложно сказать, что-то не может. Но он так не хочет и так не поступает с человеком. Это не его воля. То есть он создал его свободу. То есть человек по свободе должен как бы сам исправиться, но учитывая, насколько сложные вещи он поломал, он сам не может. И вот теперь внимание. То есть мы начали с того, что не всегда понятно, зачем Бог сам приходит в этот мир, становится человеком. То есть, с одной стороны, без Бога человек точно не может это исправить с одними своими силами. С другой стороны, человек, кроме человека, это тоже никто сделать не может. Единственная возможность, да, стать человеком тому, кто может это сделать и исправить. То есть Бог приходит в этот мир, в мир полный боли, страдания и всего остального, он становится человеком, целиком на себя принимает все последствия, самого греха, естественно, на Боге нет, все последствия греха он принимает, он становится человеком, Иисусом из Назарета, который смертен, который болеть может, который страдать может, который боль испытывает. И в общем, это все последствия, которые есть у упадшего человечества. Последствия грехопадения, они есть. В богостоте есть специальный термин «беспорочные страсти». То есть он сам греха не имеет, а вот все вот эти страдательные состояния, естественно, он устает, устает по-честному. Он голодает, голодает по-честному. Это тоже были споры. Были такие крайние монофизиты, которые считали, что вот даже все эти состояния он испытывает, ну, знаете, как специально, чтобы пример нам показать. Он мог не голодать, мог не испытывать жажды, мог не испытывать боли даже на кресте, но как бы себя понуждает к этому. Нет, это совершенно не православная точка зрения. Там безречные страдания. Да, 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 да. Всегда подчеркнуть, да, это вот такая, такой, такая однобокость, да, и за счет некого действительно благоговерного отношения к божественной природе Христа, его человечество там совсем теряется, да, и уж точно он не похож на нас в полной мере, да, и тогда непонятно, значит, насколько это сопричастность действительно. Настоящее, да, насколько он действительно стал человеком. И вот поскольку кроме человека никто этого сделать не мог, а человек, обычный человек, одними своими силами тоже не мог, потому что даже великие люди, такие как Моисей, там Авраам, праведники Ветхого Завета, как верит Церковь, они все-таки не могли эту пропасть перепрыгнуть, созданную, да, первозданными людьми в одностороннем порядке. И поэтому как раз-таки Бог приходит в мир, проживает жизнь человека, восстанавливает то первозданное состояние, и даже более того, он его не просто восстанавливает, то есть наша же задача это не вернуться в состояние Адама до грехопадения, потому что мы начали с того, что оно не было идеальным. И вот эта тонкая разница между возможностью не согрешить и невозможностью согрешить, там, да, небольшая фраза, то есть тут разные абсолютно вещи. Адам мог не согрешить, но это не абсолютное состояние, он должен был идти к состоянию, к укреплению своей свободы до такой степени, что он бы получил, я вот называю, иммунитет от греха. То есть первозданный человек не знал еще греха, а вот иммунитета у него не было еще пока, его надо было вырабатывать, да, но он не пошел этим путем послушания, судя по всему. И вот Христос проходит, ведь это нам дает подсказки, очень интересный апостол Павел, почему я всегда говорю, надо читать Писание, особенно наставив на том, что, ну, Евангелие нас худо-бедно читает, вот как-то послание с этим хуже гораздо. Поэтому в последнее время во многих, так сказать, наших группах евангельских, они уже не столько евангельские, сколько апостольские, сейчас вот дочитываем послание к кремлинам, как раз, да, просто ключевой богословский текст апостола Павла. Ну, и оно, скажем так, написано более сложным языком, то есть если ты читаешь Евангелие, там все-таки вещи как-то уже даже на таком внутреннем уровне ты понимаешь, воспринимаешь, а... Ну, не все тоже. Да, а когда на богослужении даже читают послания апостольские, конечно, да, потому что когда ты слышишь... Сам читающий не всегда все понимают. Я бы сказал чаще всего, я всегда спрашиваю часто, значит, приходящего с этим апостола назад в Алтай, о чем было, не всегда понятно, потому что, ну, Евангелие в храме человек слышит, он имена знакомые слышит, и тому можно выставить конву события, ты ее более-менее знаешь. А тут, да, для того, чтобы так же со слуха что-то понимать в апостольских чтениях, нужно их и думать читать. Тогда ты, так же, как Евангелие, то есть мы его чуть лучше знаем, мы их слышим в храме, сразу цепляется за географические названия, кто куда пошел, да, сразу весь сюжет ты вспоминаешь в целом, даже отдельные слова там не прочитаны до конца. Ну вот, и апостол Павел, это его концепция, это фактически он из тех пор, он заложил эту традицию, видеть во Христе второго Адама. Это вот слова апостола Павла. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом вошла смерть, эта цепочка выставит. И одним же человеком, Христом, да, совершается как бы исцеление победы. То есть, действительно, мы видим, что Христос делает ровно то, что не сделал Адам. То есть, Адам не проявил послушание, поэтому Христу приходится жить вот, да, такую жизнь, в которой приходится предельное послушание проявлять. И здесь ключевые моменты, и это и крест, конечно, но и все-все борения до креста, когда вот это вот настолько, ну, по человеческой воле мы понимаем, что вот он искренне говорит, да минет меня чаша сия, да, но если бы он только сказал это, это было бы уже по-другому можно воспринять. Но там вот это очень важная запятая, все-таки, но не моя воля, а твоя, да, будет, да. То есть, это вот то, что Адам в своей воле, с волей Отца, Творца, значит, все-таки раз согласовал, вот Христос это восстанавливает. И еще такое слово, как бы Христос заново становится, Христос как человек, он же не только Бог, он же абсолютно человек, он заново становится полновластным и законным главой, как бы, человечества. То есть, Адам был, да, главой, но он вот не справился с своими обязанностями. Есть такое слово рекапитуляция, заново возглавление, то есть Христос становится, то есть просто во Христе мы видим таким человека, каким его задумал Бог, каким не стал Адам с самого начала. То есть, ну, вот это главное, наверное, если вот в рамках того, что мы называем органической теорией. Ну, в итоге-то Господь исцеляет природу? Конечно. А почему тогда мы до сих пор видим последствия греха? Вот это вопрос другой. То есть, надо понимать, что вот то, что я сказал вначале, что все равно без воли человека, то есть каждый человек и личность, то есть он исцеляет природу, а человек это не просто природа. То есть, мы всегда говорим, что это может быть очень сложно для современного слушателя, но на интервентивном уровне мы понимаем, что есть общее и частное. Вот есть человек, но это всегда какая-то абстракция. Человеческая природа, она у всех людей, ну, какие-то общие есть характеристики. Человек, я там сразу понимаю, разумное существо, свободное существо, ну, какие-то там, да, если с богословской точки зрения, там, творческое начало, еще. То есть, это качество природы, они у всех людей одинаковые. И поэтому, кстати, мы вот проповедуем все-таки равное отношение к любому человеку, там, ни расов, ни каких других, там. Это во Христе есть ни Иудея, ни Эллина. То есть, есть вот просто человеческие качества. Но при этом, как только мы начинаем говорить о каком-то человеке, мы все равно мыслим конкретного человека. И помыслить себя абстрактного человека вообще очень сложно. Это всегда Маша, Петя, Вася, там, отец Назарий и так далее. Вот, то есть, и вот этот личностный момент, то есть, в спасении, вот, судя по тому, да, что мы видим, вот, в спасении и исцелении человека есть два момента. То есть, объективный, та сторона, с которой, там, Господь сделал уже все, что мог. И субъективный, то есть, то, что зависит от каждого человека. То есть, все-таки воспринять. То есть, даже это освобождение, это исцеление, его просто нельзя навязать. То есть, да, Господь исцелил человеческую природу, и человек уже вошел в Царство Божие, впервые в его лице. Потом там все святые, которые, то есть, путь проложен. То есть, не только уже в его, мы верим, что, почему церковь так смело некоторых людей называет святыми. То есть, есть у церкви мнение и свидетельство, и хочется верить, что мы по этим людям не ошибаемся, что эти люди уже прошли вслед за Христом, и тоже абсолютно так же, да, их природа, да, она исцелена, обожена и прославлена. А вот от каждого от нас тоже требуется пройти этот путь. За нас все равно его никто не пройдет. Можно, отец Максим, сделать такое сравнение, такую аналогию? Раз уж мы вот сравнивали грех и смерть с болезнью человека, болезнью природы, то можно сказать, что Христос – это такой великий фармацевт, который, скажем так, дал лекарства, скажем так, от смерти, от греха, создал лечебницу, церковь, где человек может приобщиться. И теперь дело за человеком. То есть, человеку нужно прийти в эту больницу, в эту лечебницу, принять это лекарство, скажем так, духовное, и начать проходить лечение, скажем так, и тогда приобщиться. Это понятный, понятный, простой образ, да. Но он не грубый, он просто наиболее понятный, простой, да. То есть, мы церковь и называем лечебницей, собственно говоря. Потому что, ну, вот это тот случай, когда Господь сделал все, что мог, но навязать лечение. То есть, просто у нас в советское время еще было принудительное какое-то лечение. Я хотел сказать, что сейчас такого уже нет. Нет, ни от чего, ни психиатрической, никакой. И более того, даже не просто, это вот, это такой простой образ, понятный, но если говорить богословский, это не просто он дал лечебницу, он дал лекарство, он сам стал этим лекарством. То есть, мы только соединяясь с ним, вообще мы, спасается он, и мы же все Христос. То есть, если человек становится частью Церкви Христовой, а Церковь Христова – это тело Христова, как мы говорим, мы все частички, там, не знаю, молекул этого тела, да. Вот только так можно спасить, во Христе можно спасать. Но он дал эту возможность стать частичкой этого тела, стать веточкой на этом древе огромном, да, и стать этой клеточкой этого организма, может, каждый. Но не став клеточкой этого организма, будучи мертвой клеткой, скажем, тогда не питаясь соками от этого древа. Ну, тут уже сложно говорить, да. То есть, а возможность дана действительно, как бы, абсолютно. И вот этот образ вхождения в Церковь, которая есть организм, тело Христово, это тоже есть у апостола Павла. Вообще, когда мы говорим, что какие-то вещи, там, ну, мы вынуждены, как-то, так сказать, сами, там, размышлять, богословствовать, и какие-то, они не прописаны досконально в Писании, ну, мы понимаем, что все-таки какие-то вещи, ну, может быть, не тем языком, но абсолютно тоже мысли те же самые. Вот у апостола Павла очень много. То есть, у него же есть, ты понимаешь, что мы все организмы, все тело Христова, и каждый полезен, каждый свое знание, кто-то рука, кто-то нога. И поэтому в Церкви тоже, если нога, там, станет на место головы, ничего хорошего для организма не будет. Но это единый организм, и спасаемся, мы становясь частью этого организма. Вот, то есть, с своей стороны, Христос сделал все, что имел необходимо сделать, а все-таки есть то, что зависит от нас. Повторюсь, именно потому, что, вот, ну, силком нас туда никто не загонит. И, вот, в финале, отец Максим, еще хотелось бы разобрать такой вопрос, который касается Христа Богородицы. Как вы уже упомянули, у святых отцов и у апостола Павла есть сравнение Христа с Адамом, то есть, новый Адам. Да, вот, один Адам согрешил, да, другой, наоборот, восстановил человечество снова в своем, скажем так, божественном величии. И, с другой стороны, Церковь, Престу Богородицу, называет новой Евой. Одна Ева склонила мужа ко греху, да, согрешила, а другая, наоборот, стала матерью Бога, да, Божьей Матерью. И, вот, тут вот возникает вопрос. Церковь именует Престу Богородицу честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения серафимов. Насколько, скажем так, Преста Богородица была подвержена вот этому действию поврежденной природы? Были ли грехи у Престы Богородицы, или их не было? Потому что, вот, тоже слыша такое мнение, что говорят, нет, у Престы Богородицы был, вот, значит, да, первородный грех был, но грехов не было. Ну, как-то так. То есть, если мы говорим о том, что первородный грех, да, это повреждение, и Преста на тебя, как греху, единственный безгрешный, единственный безгрешный, кто у нас был, это Господь наш Иисус Христос. Да? А тут, как бы, вот такое тоже, какое-то противоречие возникает. Как вот нам это понять? И, опять же, тогда, если мы говорим, что нет, все-таки, значит, безгрешен только Господь Бог, ну, опять же, Божья Матерь, она же все-таки честнейшая и славнейшая в строении Серафима. Как бы она тогда могла стать сосудом? Ну, этот вопрос вообще сложный, потому что он и у отцов, на самом деле. Ну, то есть, во-первых, в тексте мы ничего не видим, да, и некоторые отцы говорили, что, да, вот, собственно, личных грехов, да, ну, то есть, борьба была какая-то, да, то есть, ну, понятно, могли быть там помыслы и все прочее, да, и какая-то удобно, могла быть удобопреклонность к греху. То есть, во Христе не было и удобопреклонности. Сатана его мог искушать только извне, то есть, как он его пытался, собственно говоря, искушать. Были ли внутренние, да, ну, то есть, внутренняя некая удобопреклонность к греху и, значит, то, что нас обычно мучает и склоняет и так далее? Думаю, да. Можем ли мы точно констатировать, что она поддавалась на эти вещи, да? Ну, не знаю, некоторые отцы считают, что нет, что в этом и есть ее абсолютно та чистота, которая... Но то, что ее вот так же, как всех людей, вот эта удобопреклонность была, да, и эту борьбу нанесла, и в этом тоже отличие от Христа. У него, он чист абсолютно изнутри, и вот это даже удобопреклонность, мы не можем, наверное, так сказать, в полной мере говорить. То есть, она его вот, ну, просто приходит к нему извне и пытается говорить ему какие-то там вещи, вот, но тоже оказывается абсолютно безрезультатен. А вот о личных грехах, ну, у многих отцов есть мнение, что, вот, говорите о каких-то ее, как бы, серьезных падениях, там, о личных грехах. Ну, опять-таки, у нас и основания для этого. Не для того, на самом деле, ни для другого вывода, столь говоря, нет. Вот, но отцы считают, что она эту борьбу с достоинством. И еще один вопрос, отец Максим, раз вот мы заговорили там о коллективной ответственности, о том, что вот наши прародители согрешили, насколько вообще верно утверждение о том, что дети несут ответственность за грехи родителей? Вот в нашей беседе прозвучали слова, что не ответственность, а последствия греха. Вот этот вопрос бы не могли бы тоже объяснить. Да, часто возникает такое понятие, кроме понятия личный грех, у нас есть понятие личное, но это с этим мы все, к сожалению, сталкиваемся, есть понятие первородный грех в самом широком смысле, как некая первозданная вот эта порча. И часто возникает не первородный, а такое понятие, как родовой грех. То есть вот некий грех, который, ну такая уменьшенная модель первородного, не во всем человечестве, а вот в неком роде, в нескольких поколениях, да, действует некая сила. А если можно вкратце? Сила выхода, да. Но вот вкратце это выглядит примерно так. То есть у нас есть очень четкое описание, я повторюсь, да, только начали, только ушли от этой темы, про Казекииля, где он говорит, что с одной стороны, говорит, что неправильно говорят, что отцы наши ели виноград, а у нас на лице оскобин. Он говорит, так нельзя говорить, потому что там прям четко дальше, надо дальше считать этот отрывок. Господь не спрашивает детей за грехи родителей. Ну, кстати, там и другой есть контекст. Но не воздает награды за добродетель родителей. У нас иногда люди говорят, что а вот у меня там какие-то пачки. Это от тебя зависит. Я знаю людей, которые говорят, что вот у нас там даже в роду есть святые новомученики. Но если ты сам ничего из себя не представляешь, да, то есть хоть бы у тебя были все в роду раньше новомученики, святые, да, то есть ты сам просто нет, ну вот, на основном смысле нет никто. То есть Господь как не воздает наград за чужие добродетели, за добродетели родителей, это там же сказано, в том же отрывке, так и не карает. И поэтому единственное, как можно мыслить родовой грех, примерно так же, как первородный. То есть если в каком-то роде, то есть, ну, у нас же передаются даже физические болезни, и склонности, и, не знаю, там, зависимости часто. И человек становится группой риска. То есть человек, который вырос вот поколениями в семье, что-то творилось, и в этом еще и воспитывались здесь. Человек, который рос с низкопоколений в роду, где нормально воровать и тащить, ну, есть группа риска, что он будет этим грехом болеть. Будет. Обязан он? Нет. Свобода христианская говорит, что ты и здесь можешь прервать этот порочный круг. Ты находишься в группе риска, но если ты из семьи наркоманов, ты не обязан. Хотя тебе будет сложно, у тебя и химия даже, твоя зависимость, твоя может быть таким фактором дополнительным. Но все-таки христианство проповедует здесь, что свобода все-таки выше, и можно прервать любой вот этот наследственный цикл. Спасибо, отец Максим, за добрую беседу. Напоминаю, что свои вопросы, дорогие друзья, вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте. Самара ГИС, раздел просто о вере. Мы с вами прощаемся. До следующего понедельника. Ангела всем хранителя, с Богом. Субтитры подогнал «Симон»!